Разберем обновление 0.24.0 поподробнее. Новый режим, батл пасс, временное оружие и другое. Самое интересное это ежедневные задания. Давайте приступим к разбору. Для того, чтобы найти ежедневные задания, нам нужно зайти во вкладочку уровни. Задание находится прямо над полосой наград. Проходим и получаем экспишки для прокачивания ветерана и новых уровней. В настройках игры появились небольшие изменения. Во вкладках общая приватность и авторизация ничего не поменяли. Во вкладке звук и видео также ничего не изменили, но в управлении появилась новая функция гироскоп. Вот как это работает в игре. Когда вы начинаете двигать телефоном, курсор повторяет ваше действие. В таких играх как PUBG, например, эта функция уже давно добавлена. А еще при входе в игру, если подвигать телефоном, вы увидите такой же эффект. Достойно. И здесь, кстати, подробная кастомизация под каждого игрока. Очень удобно. Проверил настройки друзей, аватарок, профиля, звания и так далее. Ничего не изменилось. Поэтому можем приступить к рассмотру пасса. Блин, медали, ребятушки, очень красивые. В стиле космического корабля. Мне очень нравится. Я обязательно куплю этот пасс. Рассмотрим для начала скины. Первый скин это Фамас, Стелл, Блиц, дальше у нас Авик, Ксеноу Гвард. Кстати, Авик прикольный, мне нравится. Дальше у нас М60, Спейс Вар, Калл, если честно. И беретики Хексагон. Довольно-таки красивые, прикольные и возможно я буду с ними играть. Ну, посмотрим еще какие они будут в игре. Дробовик легендарный, ой боже. Ну, мне не сильно это нравится, это выглядит очень странно. В игре вообще не вписывается. И тег Глич, он паттерн. Давайте половим какой-то паттерн, возможно что-то получится словить. Но я вообще разницы между ними не вижу. Не особо это классный паттерн. Честно, скинчики мне не понравились. Только беретики немножечко и все. Граффити, ладно, прикольно, классно, не очень. Ну, такое себе. Граффити скины, если оценивать от 1 до 10, то максимум на 4 тянут. Не знаю, мне не особо нравится. А вот наклейки это просто сок. Вы посмотрите, легендарочка. Аркана Баблкам. Это просто, ребята, это просто имба. Мне очень сильно нравится. Мне кажется, это самые удачные наклейки, которые только могли быть. Метеор, хардкор. Это очень круто смотрится. А, это череп, я думал, это метеор. Классно смотрится. Следующее, вот это метеор. Краш, дован. То есть, ломаем вниз, получается. Это у нас рарочки. Ну, рарочки прикольные. Честно, мне понравились наклейки. И ничего себе брелки, брелочки, ребят. Краниум. Очень классно смотрится. Типа, уже погибший такой космонавт. Летает его башка в городе. Ой, в космосе. Здесь у нас. Так, это космический шаттл брелочек. Классно. Это у нас, кстати, напоминает. Господи, это хилл из одной интересной игры. Точнее, это ядерное оружие. Оно мне очень сильно напомнило эту пушку. Ты ее подбираешь и взрываешь базу. Вот как она выглядит, вы видите на экране. Это у нас по логике Нортон. Спейс Дуд. Почему-то у него название странное. Какой-то странный таракан. И главный значок обновления. 0.24.0. Ну и, в принципе, это весь пас. Остались кейсики. И нужно долистать еще до ножей, получается. У нас что, в конце ножи в пасе, да? Или нет? Как вы думаете? Ну, да. Там ножи. Три паттерна и три обычных. В принципе, интересненькое. Но это ужасно выглядит. Я не знаю, мне вообще не нравится. Глич. Это что это? Ладно. Я попытаюсь, наверное, выбить какой-то классный паттерн. Но, как вы видите, ничего не получается. Оно все одноразовое. Какое-то однотонное. Там дальше у нас и кунай, и бабочка. И они такие же, типа, все гличи, получается. Ну, можно, в принципе, будет собрать коллекцию по приколу. Но играть я с такими ножами не буду. Я думаю, они стоить будут максимум, там, не знаю, 500 голды. О, это уже сочно. Вот с такими я ножом поиграл. И я 100% его куплю для игры. Он очень красивый. Дальше у нас там Скорпион. И так, Скорпиончик. Скорпион. Да. Вот такой же, кстати, скин прикольный. Магналиум. Магналиум. Мангал. Типа шашлычки жарит летним. Летним, получается. И тут у нас стилето Флекс. Какой-то Флакс. Вот это очень сочный нож. Я думаю, это будет топ-1 нож из этого паса. Я бы его 100% приобрел. Каким-то классным перчаточком нужно будет подобрать потом себе сетик. И давайте рассматривать дальше медали. Это у нас серебряная медаль. Дальше у нас голд неплохая, кстати. О, вот это уже элиты голд. Я бы такую себе приобрел. Очень красивая. О, платина. Это реально офигенно. Я хочу... Э, фу, это какая-то некрасивая. Вот это имба. Вот элиты голд и платина. Это самые лучшие медали, которые здесь есть. Это сок. Самая последняя, мне кажется, кринжовая. Задания, как обычно, есть и в соревновательном режиме, и в обычном режиме. Обычные ежедневки. То есть дефолтный пас без изменений. Такой же, как и прошлый примерно. Кстати, я потерял режим против всех. Не могу его найти. Походу, разработчики его просто удалили. Либо убрали временно, пока есть два новых режима. Кстати, очень странно, что разработчики так хвалили в прошлом разборе обновление этот новый крутой режим. И даже заранее о нем говорили, но все-таки они его просто убрали. Вот режим против всех его нет. Давайте проверим бойню на цитаделе. Посмотрим, какая там карта, что там творится, что происходит. Мне очень интересно. Загрузочка. Каждый сражается сам за себя. Воспользуйтесь уникальным арсеналом новых пушек и истребляй врагов. Лишь один выйдет победителем из битвы. Да, Нортен сдох. Итак, посмотрим, что тут есть. Ускорители, полет. Нифига себе, пушечки везде валяются. Какая-то там защита, броня. О, если я выпил, я выпил. Выпал и выпил, умер сразу же на месте. В принципе, по факту. Кстати, покажу вам один интересный секретик. Если мы забустимся, после пролетим вот сюда, вы получите 200 брони. Потому что изначально вы спаунились с 200 хп, 0 брони, а теперь у него 200 хп и 200 брони. О, подберем этот шикарный пулеметик и дадим жару этому нубу. Что это за нуб? Боже, Нортен, улетай отсюда. У каждой пушки есть анимация. Она такая же дефолтная, как и на всех ксенах стендов 2. Анимации перезарядки нет, так как вся перезарядка происходит на ходу, когда вы становитесь на патроны. Вот вам, кстати, пример. У меня 0 патронов, я встал на патроны и у меня уже 4 патрона. Еще в режиме командная бойня и бойня есть один интересный момент. Взрывная волна. Когда она срабатывает, вы отлетаете просто, вылетаете и умираете. Зачем это сделали, я не знаю, но это очень прикольно. Когда вы играете, вы, если не успели спрятаться в какую-то нычку, вы просто вылезете и умрете в космосе открытом. А вот то самое легендарное оружие из трейлера. Вот его осмотр. Мне он очень, кстати, нравится. Классная анимация такая, прям рукой держит прям масса огромная. Видно, что он держит прям волыну сильную. Этот бластер в работе, кстати, идеален, потому что если вы будете в полете и в вас попадут, то вы уже не приземлитесь туда, куда хотели приземлиться. И большой шанс есть на то, что вы просто погибнете в открытом космосе. Ну и самое главное, надрать жопу Нортону, потому что он плохой. Вот и все, все, что добавили в обнову. Мне очень нравится, на самом деле прикольно, лампово. И можно сказать глобально, потому что новое оружие, два новых режима, гироскоп, какие-то там настройки, разные функции. Тем более скоро еще и выйдет обзор от официальных разработчиков Stand Off 2. И там мы узнаем намного больше подробностей об этом обновлении. Ссылочка на мой телеграм-канал, ссылочка на телеграм-вбихолдеры, ссылочка на мой ВК и так далее, все в описании. Добро пожаловать, залетайте, подписывайтесь. И смотрите видео, вот это, которое вылезло на экране до конца, от начала. Нажимайте, я... Быстро!